Немножко другим слоганом, да, тут такие ораторы выступали. Но все же написал себе выступление с коллегами из предприятий города, тоже это обсудил, но фактически я скажу немножко, так сказать, от себя своими словами. Значит, закончила кафедру Н2, систему управления, да, этой факультетом. Работал на Кировском заводе, депутатом не избрался, да. Теперь работаю на Северном Верху, избрался депутатом в Министерстве. Ну, не важно, как и суть. Значит, что хочу сказать, значит, меня представили как председатель Совета рабочей молодежи Санкт-Петербурга при Комитете правительства. Значит, немножко предысторию скажу, и вы, скажем так, через 2-3 года сами станете тоже работниками, то есть предприятия крупных коллегами моими и других ребят. Значит, я закончил ОМЕК в 2004 году. Вот на тот момент действительно, как бы, на производстве только начались какие-то, ну, действительно, хорошие тенденции, повышение, значит, объемов производства. И вот на сейчас, то есть уже 12 лет, как я закончил ОМЕК, хочу вам сказать, вот на примере про судостроение, потому что Кировский завод не с одного говорил, я вам немножко скажу про другую отрасль. Допустим, судостроение и судоремонт. Вот есть такие КПНИ у нас в Петербурге. Действительная зарплата, я извиняюсь, но больше 100 тысяч рублей. То есть там, чтобы туда устроиться, еще нужно большую очередь отстоять, да, и действительно уметь что-то делать и так далее. Это, допустим, малахитруми, да, как пример. Что касается потребностей карты, опять же, по судостроению, потому что, в принципе, вот я на северную версию работаю у нас, я вот в отделе кадров брал, значит, статистику, у нас порядка 20 человек работают. Причем, абсолютное большинство из них, значит, работает руководителем. Даже есть один директор по направлению. Так вот, если взять судостроение, сейчас средняя заработная плата, значит, на заводах-изготовителях, значит, среднем больше 60 тысяч рублей, по КПНИ это и 60, 70, 80 и так далее. То есть, может быть, в каких-то отраслях, да, действительно, оторудим. То есть, не то, что обманивают, приглашают, смотрят, выбирают. Но вот если брать отрасль Петербурга судостроения, на сейчас где-то 50 тысяч работает, значит, ну, со всеми, так сказать, подрядными организациями, проектантами. То есть, эта отрасль очень развивается. Также я знаю, что вот своим методом работает такой консерв, известный «Алмаз-Антей», у нас же кафедра есть в базовом суде, я знаю. Там тоже, значит, действительно много заказов, обновляется производство, мы с коллегами общаемся. Буквально завтра у нас будет, значит, очередное заседание Совета рабочей молодежи. Значит, собрали мы 30 крупнейших организаций, есть повестка дня, там разные вопросы. Будем, значит, изучать. То есть, знаем, про что говорим. Ну, то есть, определенные отрасли, еще тоже назову. Значит, это атомная энергетика, тоже высокая, довольно заработная плата, высокие социальные гарантии. Значит, мышлостроение, вот это, еще раз сказать, растет постепенно. Значит, еще хотел отметить. Здесь говорили, что все боятся завода. Вот я просто вам скажу пример. Как я писал, сайт у рабочей молодежи больше 5 лет, очень много кого знаю, обращаются, буквально, значит, это как раз словам Сергея Михайловича. Значит, обратились мне в конце года, в декабре, просто устрой рабочий, устрой, пожалуйста, рабочий. Я не смог им устроить этого мужчину, там, у него 50, хотя имея связь, действительно, с коллегами кадровой службы, я знаю, там, по союзной организации. То есть, на самом деле, ситуация, ситуация немножко такая непростая, потому что насыщение инженерных кадров, там, где действительно есть гособоронзаказ, где на Атомфлот, Лима-заказчик, где действительно есть, значит, реальный сектор экономики, деньги, попасть туда, на самом деле, ребята, не так-то просто. Я вот, когда вот коллега, он тоже пугал свое выступление, у меня тут в конце такая была фраза, что пожелать студентам, вы не можете, потому что, может быть, только телевизор одно смотрите, в холодильнике другое. И, в общем, один кадровик с известного предприятия вот мне, значит, подсказал, скажи ребятам обязательно, я здесь написал, что не только диплом определяет ваше будущее, это первый момент, это уже, я думаю, многие понимают. Потом, значит, второй был момент, необходимые знания, это тоже не совсем так. А вот третье, что мне этот кадровик сказал, что не только эти знания нужно иметь, но надо иметь их использование. Тогда действительно, то есть, вникает свою специальность. Я по специализации, значит, М2 работаю в 12 лет, то есть, да, у меня нормальная зарплата, у меня даже есть возможность немножко общественной работать, заниматься и так далее. То есть, я специалист, я быстро все делаю, я на заводе аудитерсом, я даю себе качество, там и так далее. Но у меня действительно есть еще возможность, как члены профсоюзного комитета, заниматься еще общественным. Если бы я не был нормальным специалистом, грамотным, конечно, я бы неделю, к примеру, где готовился к внутренней проверке, так писал солдат организации. Поэтому мы хотим пожелать, вот от лица Совета Работающей Молодежи, действительно, получайте диплом, осваивайте специальность, и обязательно, чтобы были навыки. И вот этот мир, что на крупных предприятиях надо дойти работать, абсолютно не так. Потому что, когда я был студентом, я тоже подрабатывал по началу, я на дневном учился, вот. И на тот момент, значит, зарплата в сфере услуг была выше, чем на производстве. Сейчас совершенно иного. То есть, ты приходишь, у тебя есть социальные трудовые гарантии. Где-то обед оплачивают, где-то доп. образование дают, зарплата. И вот, опять же, пример я уж не буду все это перечислять. Но вот, коллеги дали мне информацию, до конца, мы не прибываем, да. Значит, у нас ведущий институт в России в области высокоточной навигации, гироскопии. Как раз вспоминаю Вану-Морскую кафедру, которая тоже закончена. Поэтому, да, направление геометрии Москвы радиосвязи. Так вот, там, значит, и вот концерн Аврора тоже. Там действительно идет обновление кадров, но оно, в принципе, уже закончено. То есть, если мы даже хотим его заканчивать весь диплом, мы так просто устроимся. Там только каждый третий, даже с базовых кафедр, они могут перечислять, хотя я не писал. То есть, могут устроиться. Зарплата там за 80 тысяч средний, да. Вот. И там, значит, они очень удобно попали. Где-то 40% руководителей, то есть, от начальника лаборатории, бюро, завоначальника, цеха и так далее. Значит, 40% руководителей. То есть, надо идти на крупные предприятия. Это стабильность, это трудовые гарантии и так далее. Я вас к этому призываю. Ну, так, чтобы больше не отвлекать, хотя немножко другой доклад у меня был. Еще одну из его скажу, которую тоже коллеги мне озвучили. Все-таки рабочие кадры. Понятно, что газета здесь, не знаю, как осталось, называется «Занжение армората». Есть она? Я помню. Но, опять же, коллеги с кадром услышали, мне попросили тоже озвучить такой момент. Есть определенные виды уникального оборудования, уникального оборудования. То есть, это, значит, странищик, ну, какие-то, ну, другие, значит, основные средства, где работают только люди с высшим образованием. Зарплата может достигать 150-200 тысяч. То есть, они как инженеры, металлобеды, и как бы уже устанавливают, соответственно, образец висения, в смысле, в станок. То есть, это сейчас тоже очень востребовано. Поэтому, кто хочет действительно работать на производстве, хорошо зарабатывать, есть варианты. Правда, нужно, конечно, прийти в отдел, надо, например, обратиться к рабочей молодежи, потому что у нас все контакты много где есть. Мы могли бы действительно рассказать, показать. Но, опять же, просто готовы к тому, что первое рабочее место еще надо в этой ситуации получить. Потому что я говорю, мы не могли даже устроить обочек, потому что в декабре там, значит, вакансии на многих предприятиях просто закрыли. А те, кто на гособоронном заказе, тоже определенные, значит, сокращения машины. Ребята, готовьтесь к серьезной жизни, но успехов вам. Я вот так вот, немножко сбивчиво, но вот рассказал, какие-то есть с нашей точки зрения. Спасибо.